Коллеги, продолжаем. С нами наставник Московского Динамо, Алексей Николаевич Кудашов. Алексей Николаевич, итоги матча. Ну, наверное, правильно сказать... Ну, во-первых, начну по порядку. Атмосфера. Отличная атмосфера, потому что, ну, наверное, может и один матч в день, но... Полный стадион, наконец. Вот мы увидели вот эти болельщики, как и Спартак, и нас поддерживали, и спасибо. Вот эта атмосфера, она дает дополнительный импульс для всего. А то, что касается хоккея, наверное, правильно так охарактеризовать. Неэффектно, но эффективно. Наверное, правильно вот так. Потому что не все получалось по качеству игры, но в нужный момент сделали правильные вещи и выиграли игру. Спасибо. Перейдем к вопросам. Сергей, начните. С Ременовичем, Точком. Алексей Николаевич, во-первых, поздравляю вас с сотым матчем в роли главного тренера в Динамо. О, спасибо. И вот регулярно чемпионат КХЛ после паузы на сборной вознавалась в Шага. И можно было заметить, что сборники далеко не в идеальных кондициях были. Де, кто принимал участие на Кубке Первого канала. Вот на ваш взгляд, тот факт, что Динамо имел вчера такой относительно выходной, и те же Готовец, Рашевский, Джарашвили, Скоринов, как бы не играли вчера, а играли сегодня. Пошло ли на пользу команде и лично им в сегодняшней игре? Ну, если вы будете смотреть... Да, естественно, это пошло. Но если вы будете даже календаре Кубка Первого канала смотреть, то сборная России две играла подряд, а белорусы игра, и потом два дня паузы было. Поэтому они были в нормальном совершенно графике. А то, что, естественно, дополнительный день у белорусов было, это хорошо. И у русских тоже, конечно, хорошо. Они были в игровом ритме, но в то же время имели паузу. Продолжаем. Андрей. Андрей Есенчин, Гориановый спорт. Гитл Готовец сегодня дубль оформил. Вы вообще удивлены были, и как Афе, в принципе, оцените игру? Нет, не удивлен. Ну, вот сделал, там, накатили, бросил, закрыли вратаря. Очень хорошо, что так сделал, что забил. Но не удивлен. Пожалуйста, может микрофончик, Аман? Алексей Николаевич, добрый вечер. Поздравляю с победой. Коллега уже упомянул Кирилла Готовца. А мне вот с трибуны для пресса показалось, что он, забросив вот эту первую шайбу, прямо уже капитально пошел на лавку, а потом его как будто вернули. Получается, вы так прочувствовали, что он сейчас еще второй забьет? Ну, хотелось бы так, чтобы было. Нет, на самом деле там просто порядок выхода такой. На самом деле мы потом начали смеяться и говорим, давай его на третью смену еще. Нет, там просто они совсем короткий отрезок сыграли, поэтому оставили. Спасибо. Еще раз на ту сторону. Алексей Николаевич, с победой достойная игра. В первом периоде две шикарные шайбы в большинстве. Это все-таки свежие ноги отдохнувших игроков или больше мастерство Брэннона Мэннелла, который шикарнейшие передачи отдавал? Ну, тяжело как-то ответить. Не знаю, свежие ноги, не свежие ноги, потому что там не все были свежие на льду. Были те, кто... Эмоционально все равно отдохнули, согласитесь. Там были люди в этом сочетании, кто из отборных приехал. Я имею в виду от клубного хоккея. Ну, давайте скажем так, да. Пускай будет свежие ноги и мастерство. Потому что большинство, кто играет, естественно, они обладают мастерством именно созидательным. Еще вопросы? Алексей Игорьевич, ну, в том числе и на Ваших глазах Владислав Кадола провел такой яркий матч за сборную Беларуси. Но сегодня после возвращения Джордана Уилла он выпал из состава. Вот на Ваш взгляд, то, что Владислав за сборную Беларуси провел такой яркий турнир, а в Динамо пока не может раскрыться, это вот проблема роли. То, что там у него все-таки одна позиция, да, там топ-6. В Динамо, в условную топ-6 он не проходит. А в нижних звеньях вот он не так эффективен. Вот есть тут какая-то взаимосвязь. То, что там он выглядит ярче, чем в Динамо. Ну, если Вы посмотрите последние игры, когда не был Вилла, он играл в этих звеньях, играл нормально. Поэтому это просто ротация. Потому что есть сейчас на данный момент у нас игроки центральные, поэтому им дали вздохнуть после сборной. В принципе, все. Коллеги, будут ли еще вопросы? Есть вопросы? Нет? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...